Сегодня в техничке разберем один из самых неоднозначных баварских автомобилей. Кто-то говорит, что это ведро с гайками, кто-то на них молится, поэтому смотрите сами. BMW X6 E71. Та машина, которая вызывает трепет у многих ребят, они хотят ее приобрести, при этом очень сильно боятся, что техническое обслуживание будет стоить, как очередная ипотека двухкомнатной квартиры в Петербурге, либо в Москве. Теперь давайте разберемся по порядку, так ли это. Итак, парни, в нашем детайлинг-центре мы запустили специальную акцию, приуроченную к осени. Вы можете передать своему автомобилю первозданный вид, чтобы он блестел, радовал вас, и при этом сэкономить до 15 тысяч рублей. Ссылочки все будут в описании, поэтому переходи, смотри, оставляй заявку, сделаем все в лучшем виде, будешь самым красивым. Разберем по мотору. Здесь мотор V8, две турбины. Конкретно у мотора есть несколько основных болячек. Первая и самая основная. Он очень теплонагружен. Особенно он теплонагружен в районе турбин. Там температура в районе 700 градусов. И получается, что там же проходят трубки масляные на саму турбину. Масло там может коксоваться. Масло в турбины не поступает, соответственно, турбины могут умереть. Также там проходят вакуумные трубки, трубки системы охлаждения. То есть за этим местом обязательно нужно очень часто и грамотно следить. Если что, устранять проблему в моменте. Потому что если вы здесь что-то не устраните в моменте, это будет стоить больших денег. Также периодически к 50-60 тысячам километров люди приезжают на капиталку. На капиталку они приезжают по нескольким причинам. Первое, это редкая замена масла. То есть замена масла по дилерским регламентам. Масло здесь реально нужно менять где-то раз в 5000 километров. И такой проблемы не возникнет. Второй момент, это некачественное масло. То есть многие, приобретая BMW, почему-то считают, что можно экономить на обслуживании. Особенно автомобили М, если они куплены на последние деньги. Это нифига не так. Нужно понимать, что ты купил спортивный автомобиль, в котором 555 лошадиных сил. И их нужно достойно обслуживать. Также периодически встречается проблема по мотору. Начинается коррозия на алюсиловом покрытии двигателя. Точнее блока. Здесь поможет только замена блока. Они нормально не гилизуются. Если вы хотите, чтобы у вас М осталась М, нужно выложить кругленькую сумму денег и поменять это. Встречались на ранних версиях гидроудары. Если машина долго стояла, это была проблема с форсунками. Устраняется она просто заменой форсунок на последнюю ревизию. Но здесь возникает такой момент. То есть по оригинальным наклейкам на этикетках этих форсунок пишется, что последний номер. А что вложено внутри, это большая загадка. Поэтому почти все специализированные сервисы BMW закупают их типа оптом. А потом прямо на самих форсунках выбирают то, что рестайлинговое, чтобы поставить. И не было проблем. Теперь пойдемте поговорим о подвеске. По подвеске на X6, на X6M есть куча аналогов. Но мы действительно не рекомендуем их ставить, потому что М остается М, когда она на оригинале. Все это совсем по-другому рулится, совсем по-другому ощущается, плюс ресурсность. Очень часто вылетают верхние рычаги передней подвески. Стоят они в оригинале в районе 12-13 тысяч. Опять-таки все будет в табличке в описании. А также немаленьких денег стоят передние тормозные диски. Комплект, честно, я сейчас не помню. Опять все будет в табличке. Их тоже нужно лучше ставить оригинальные. Колодки тоже только оригинал. Владелец вот пожаловался, послушал, поставил аналоги. Аналоги начали свистеть. И не обращайте внимания, здесь перфорированные тормозные диски от F-серии. Честно говоря, владельцу они не понравились. Говорит, тормоза плывут, не всегда хватает. На М-ке это очень важно, потому что долбить вы будете на ней почти регулярно. Что касается долбежки, кстати. Если вы на ней долбите, не рассчитывайте, что у вас расход будет меньше 20 литров. 22-24 этот автомобиль кушает в спокойном режиме. В режиме боевом, я думаю, где-то к 40 он спокойно будет есть. Топливная система автомобиля очень капризна к качеству топлива. Вам нужно выбрать ту заправку, в которой вы будете уверены. Иначе можно опять-таки приехать на форсунки и на кучу всякого геморроя. Поэтому только 98-й быть готовым к большому расходу. Пойдем к коробке. Коробка здесь относительно надежная. И все очень сильно зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль и как вы ее обслуживаете. На машине желательно менять масло в коробке примерно раз в 40-60 тысяч километров. И тогда особых проблем коробка не доставит. А теперь самая любимая тема владельцев, а точнее даже не владельцев X6M, X5M. Это привода. Да, привода рвет. Но привода рвет, если вы катаетесь очень динамично, все время со старта начинаете долбить, любите побуксовать в снегу, любите долбануть в дождь. Да, их рвет. От этой болячки можно избавиться. Там, по-моему, чуть немного опускают подвеску, но тогда получается, что идет больше нагрузка на задний редуктор, идет больше нагрузка на кардан, они тоже усиливаются, потом идет больше нагрузка на раздатку, она тоже усиливается, потом идет больше нагрузка на коробку, она тоже усиливается. В итоге вычехлите полтора миллиона, и у вас не рвет привода. Сами привода стоят в районе 35-40 тысяч рублей. Все это опять будет в табличке в описании. И тут каждый делает выбор для себя. Если строить какой-то серьезный порч из него на лошадей 800, то да, это необходимость. Если вы остаетесь в около стоке, а этот автомобиль на стейдже 2 и там в районе 620-650 лошадиных сил, то в принципе будьте периодически готовы, что нужно будет поменять привода. По задней подвеске, так же как по передней, лучше все оставлять в оригинале, да, это стоит немаленьких денег. Но при этом вы будете в полной мере ощущать рулежку именно М-серии и будете проникаться до конца тем, что из себя представляет этот автомобиль. Этот автомобиль в дорестайлинге. От рестайлинга их очень легко отличить. На рестайлинге ставится светодиодная оптика. Она, кстати, продается комплектом до оснащения, стоит в районе 200 тысяч рублей. Но, кстати, очень крутая оптика, мне очень понравилась. Я катался, знакомому недавно привозили. И задние светодиодные фонари, и немножко отличие идет по визуальному внешнему виду. А так, по мне, машина выглядит очень интересно. Единственное, что она непрактична, это скорее двухместное купе, потому что назад вы вряд ли посадите людей. Места там очень мало, багажник маленький, можно даже, кстати, пойти и посмотреть. Стелепортировались. Ну вот, собственно, багажник. Сюда особо ничего не положишь, чисто продукты, я не знаю, какие-то вещи, спортивную сумку. Но X6M и не задумывался как семейный автомобиль, он задумывался такой высокий купе для эгоиста. Покатавшись на нем, я понял, почему люди их любят. Потому что ты можешь ехать быстро, ты можешь ехать динамично, машина прекрасно рулится, при этом ты сидишь чуть выше потока и прекрасно понимаешь, что происходит. Это единственное, наверное, почему бы я начал смотреть в сторону именно X6, X5M. Многие владельцы, X5M, X6M, искусственно занижают рабочую температуру двигателя. Это делается для того, чтобы раз в полтора, в два года не менять почти все резиновые патрубки на нем. И доставлял это меньше геморроя. И как раз для этого я вам очень рекомендую периодически пробивать либо на мойках, а лучше в специализированных станциях, которые занимаются чисткой паром, все передние радиаторы, особенно интеркулеры. Машина вам за это скажет огромное спасибо. Турбины будут ходить гораздо дольше, мотор будет ходить гораздо дольше, потому что не будет моментов критической температуры, и это не доставит никаких проблем. А теперь давайте прокатимся. По салону, на удивление, более-менее мне нравится для BMW, потому что это М-ка, здесь кожаная торпеда, все выглядит хорошо, дорого-богато. В салоне приятно ехать, шумоизоляция хорошая, сидишь высоко. И я начинаю понимать, почему люди берут X5M и X6M. Это динамичный автомобиль, чтобы быстро передвигаться в городе. Можно даже, наверное, на трек скататься, в этом я не уверен. И при этом ты сидишь высоко, ты видишь на несколько машин вперед. То есть, сидя за рулем М3, М5, Audi RS какой-нибудь, ты не видишь так высоко дорогу, где нет такого комфорта. И из альтернатив на рынке очень мало представлено. Точнее, Jeep Grand Cherokee SRT, Mercedes MN63. Да, по-моему, и все. Если вдруг что-то не добавил, напиши в комментариях, поправь. Вот, по рулю, по сиденьям все очень удобно. Вот, прям надо отдать должное. А, я вспомнил, заговорил про сиденье и сразу вспомнил еще одного конкурента. Ой, Mercedes. Range Rover Sport SVR. Но там самые неудобные сиденья, в которых я сидел в своей жизни. Хуже сиденья придумать, в принципе, невозможно. Даже у GELIC сиденья гораздо лучше. Вот, по динамике машина, конечно, едет очень хорошо. Я вам не смогу этого показать, потому что мы едем в городе, и нарушать правила дорожного движения не вызывает никакого желания. На данный момент лобовое стекло мне показывает, что мы едем 60 км в час. Меня это, конечно, не устраивает, но устраивает правоохранительные органы. А с ними ругаться как-то не очень охота. Что касается мультимедиа. Мультимедиа у BMW действительно очень удобная. За это им нужно отдать должное. Она гораздо более удобна, чем у Audi, либо у Mercedes. Все интуитивно понятно. Привыкаешь буквально в течение часа-полутора. Для тебя все становится интуитивно понятно. Слава богу, здесь у нас еще, как это сказать, не электрический спидометр. То есть здесь живые стрелки, которые бегают. Потому что, ну, это субъективное мнение. Мне не нравятся все эти электрические спидометры. Да, поменял цвета, да, поменял формы. Одно, второе, третье. Но такое ощущение, что машина искусственная. Здесь же машина чувствуется живой. Что бы еще? А, задний ряд. Заднего ряда у вас в принципе нет. Вы туда можете посадить только очень миниатюрных людей. И на дальние расстояния вам будет тяжеловато ехать максимум. Сможете поехать четвером, пятого человека даже не посадить физически. Потому что там у нас некое подобие подлокотника, не подлокотника. По салону на этом автомобиле мы уже снимаем на следующий день. Потому что, честно говоря, у нас в один прекрасный момент просто перестался писать звук. И как бы тяжело заново все это накладывать. Решили взять автомобиль еще на один день. Побалдеть. На самом деле это, наверное, один из первых BMW, который мне действительно начинает нравиться. Это очень странно. Потому что я всячески отрицал BMW. Особенно философию M. Как-то, ну, а, и сыпучее. Одно, второе, третье. А сейчас я понимаю, за что люди платят. Ты можешь ехать абсолютно спокойно, не нарушая. При этом ты будешь ехать действительно комфортно. Подвеска очень энергоемкая. И она не зажатая прям в какой-то космос. Но есть такая волшебная кнопочка на руле, которая называется M. Которая дает тебе возможность поураганить. Поураганить так довольно-таки не кисло. Если учесть, что здесь машина еще на стейдже. И на ней, как говорит владелец, порядка 620, по моему силу, могло ошибаться. То она тебе дает большой запас. Единственное, что будет готов заезжать частенько на заправку. По расходу я даже не знаю. Я думаю, в спокойном стиле она будет есть где-то 18 литров. При режиме M я еду как хочу. Я думаю, она будет есть очень много. Даже боюсь представить сколько. Ну-ка, давай сейчас попробуем ткнуть. Все-таки она меня прям манит, эта кнопочка. Ой, все, машина поменялась, кстати. Вот теперь она стала жесткая. Чуть-чуть буквально нажимаешь, она едет. Машину просто не узнать, она другая. Я... Все, нет. Я не буду хулиганить на дорогах, но, кстати, прям контраст дичайший. Просто по поведению, по всему она сразу же говорит, не-не-не, сейчас вот будет весело. Нажимаешь кнопку M, это вот сейчас вот будет весело. До этого все было фигня. А вот сейчас будет интересно. Но при этом ты просто отключил кнопку M, перевел в драйв, все, поехали спокойно. Я бы даже задумался о покупке данного автомобиля. Вот честно. Единственное, что меня смущает, это возраст этих машин, стоимость их обслуживания, да и все. Особенно возраст. Потому что если что-то пошло не так, а с моторами это часто происходит, то это стоит больших денег. Это стоит где-то порядка полумиллиона. Владелец как раз-таки примерно эти деньги и потратил. 60. Но это не точно. Точно. Вернемся к мотору. Если что-то происходит с мотором, а это может произойти довольно-таки часто, примерно на 60 тысячах километров, если не сделать дополнительную систему охлаждения, точнее пустить охлаждение по большому контуру, так называемому, не поставить термостат, чтобы он срабатывал на более низкой температуре, то как бы можно приехать где-то на полмиллиона. И машины, которые там самые стартовые, понятно, что они убиты, усосаны. Вот, ну блин, интересно. Очень-очень-очень интересно. Я бы взял. По стоимости всех деталей, по стоимости всего попадоса, я думаю, что по X6M мы сделаем прям гигантскую таблицу, которая займет у меня примерно день. Все это будет, ссылочки в описании. Поэтому смотри, если задумываешься о приобретении данного автомобиля. Но лично мой совет, если есть деньги, если есть желание кататься на BMW, и если ты любишь кататься динамично, этот автомобиль однозначно для тебя. Вот теперь я проникся в философию его. Поэтому смотри все в ссылочке в описании. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал, ставь лайк и пиши в комментариях, какую машину хочешь увидеть следующей. И обязательно разберем ее на техничке, чтобы ты четко понимал, сколько тебе встанет в обслуживании данный автомобиль.